приветствую вас на нашем военном канале сегодня мы подготовили для вас новый материал о причинах и последствиях катастрофы на космодроме плесецк где во время одного из испытаний взорвалась межконтинентальная баллистическая ракета сармат прежде чем начать хочу напомнить как важны ваши лайки и подписка на канал если еще не подписались сделайте это сейчас после просмотра поделитесь мнением в комментариях или просто оставьте плюс катастрофа на космодроме плесецк где во время одного из испытаний взорвалась межконтинентальная баллистическая ракета сармат стала мощным ударом по амбициозным военным планам россии взрыв в шахте испытательного полигона не только уничтожил ее инфраструктуру оставив после себя кратер диаметром 62 метра но и вызвал серьезные вопросы о состоянии оборонной промышленности страны российские официальные лица постарались замолчать этот инцидент однако его масштабы и последствия слишком великие для того чтобы их можно было скрыть межконтинентальная баллистическая ракета сармат является гордостью российской оборонной программы эта система нового поколения которая должна была заменить устаревшие ракеты р-36 м воевода по классификации нато сс-18 сатана чьи сроки эксплуатации продлены но быстро подходят к завершению проект разработки ракеты сармат ставил перед собой цель укрепить российский ядерный арсенал в условиях роста напряженности с западом и позиционируется как стратегическое средство сдерживания по данным источников основная причина взрыва сармата на испытаниях была связана с утечкой жидкостного топлива гептиила и азотного тетраксида жидкостные ракеты такие как сармат известны сложностью в обслуживании и повышенной опасностью при эксплуатации из-за нестабильности химических компонентов отклонение в работе двигателей на первых секундах пуска привело к фатальной аварии рф продолжает использовать жидкостные ракетные двигатели несмотря на их известные недостатки жидкостные системы требуют значительных временных затрат на подготовку к пуску и высоких стандартов технического обслуживания нестабильные компоненты такие как гептиил делают эти ракеты особенно опасными при работе с ними примечательно что во многих странах мира уже давно перешли на твердотопливные ракеты которые менее подвержены авариям и легче в эксплуатации в данном контексте катастрофа сармата кажется еще более тревожной взрыв произошел внутри шахты что говорит о серьезных проблемах с технической надежностью конструкции неудачный пуск был попыткой подтвердить боеготовность ракеты но вместо этого поставил под угрозу весь проект производство сармата оказалось одной из главных сложностей с которыми столкнулась рф красноярский машиностроительный завод отвечающий за выпуск этих ракет столкнулся с множеством трудностей исторические предприятия специализировалась на создании морских ракет и переход к разработке сложных стратегических систем таких как сармат оказался серьезным вызовом ограниченный доступ к западным технологиям квалифицированным кадрам и производственному оборудованию вызванные санкциями добавил еще больше проблем сначала разработки сармата в 2009 году сроки его испытаний несколько раз сдвигались изначально ракета должна была стать на боевое дежурство в 2018 году но фактические испытания начались лишь в двадцать втором и результаты оказались неутешительными по неофициальным данным из пяти испытательных пусков только один был признан успешным неудачи с испытаниями заставляют задуматься о реальной боеспособности сармата и его роли в ядерной стратегии рф и длина ракеты составляет 35 метров стартовая масса 208 тонн с полезной нагрузкой до 10 тонн дальность поражения сармата более 18 тысяч километров он в шесть раз тяжелее и в два раза длиннее нежели американские ядерные ракеты minitman 3 россияне заявляют что эта ракета может нести от 10 до 15 ядерных боеголовок или маневренные гиперзвуковые блоки а также есть возможность выбирать различные траектории полета включая облет через южный полюс что затрудняет перехват действительно он способен лететь по непредсказуемой траектории на гиперзвуковой скорости заявлено что они еще могут маневрировать можно его сбить или нельзя показала бы практика практике к счастью нет один из наименее обсуждаемых аспектов катастрофы это экологический ущерб гептил и азотный тетраоксид использующиеся в качестве топлива и окислителя являются чрезвычайно токсичными веществами при их утечке или взрыве происходит выброс в атмосферу опасных паров которые могут заражать почву и воду на многие километры вокруг последствия таких выбросов могут проявляться спустя месяцы или даже годы вызывая отравление и долговременные заболевания среди населения космодром плесецк находится в удаленном регионе архангельской области однако даже на такой территории последствия от взрыва могут оказывать негативное влияние на экологическую обстановку жидкостные ракетные компоненты не только мгновенно вызывают пожары и разрушения но и медленно отравляют окружающую среду что представляет угрозу для местной экосистемы катастрофа на пусковой площадке юбилейная в плесецке вызвала исторические параллели с аварией на космодроме байконур в 1960 году когда ракета р-16 также на жидком топливе взорвалась на старте убив десятки специалистов и военных тот случай стал трагедией для советской космической программы и серьезным ударом по моральному состоянию научных кадров однако если в 1960 годы невозможно было оправдать недостаточным развитием технологий то нынешний инцидент подчеркивает более глубокие системные проблемы российской ракетной программы советский союз в последующие годы перешел на более надежные твердотопливные ракеты но современная рф наоборот продолжает держаться за устаревшие технологии что вызывает вопросы о долгосрочной эффективности подобных систем испытания сармата сопровождались давлением со стороны политического руководства страны еще в 2018 году президент рф в своем обращении к федеральному собранию представил сармат как новое оружие способное обойти любые системы противоракетной обороны и гарантировать россии лидерство в ядерной гонке однако поспешные попытки внедрения сложной системы не прошедшие все этапы должной проверки привели к фатальным последствиям катастрофа сармата демонстрирует что политические амбиции могут противоречить реальным техническим возможностям в стремлении представить ракету как готовую к боевому дежурству российские власти не учли серьезные проблемы с ее производством испытаниями технические специалисты и эксперты предупреждали о необходимости доработки систем управления и безопасности но эти предупреждения оказались проигнорированы с учетом многочисленных неудач в испытаниях эксперты прогнозируют что на доработку сармата потребуется как минимум 8 10 лет для россии это означает значительное отставание в ядерной гонке особенно на фоне успешного внедрения новых ракетных систем в сша и китае к тому времени когда сармат будет готов к полноценному использованию устаревшие ракеты воевода могут выйти из эксплуатации оставив страну с меньшими возможностями в ядерном арсенале таким образом катастрофа сармата стала не только трагедией для российской оборонной программы но и символом того что сложные проекты требуют времени тщательной подготовки и соблюдения технических стандартов независимо от политических амбиций спасибо за просмотр не забудьте поставить лайк если вам понравился этот материал и подписаться на канал чтобы не пропустить новые выпуски будем рады новым подписчикам